Немедленно отойдет мой собак, не ранит его цветово! Через 12 с половиной минут приехал полицейский. Сцена, софиты и любовь зрителей. Для Владимира Кулигина это уже четвертый театральный сезон в молодежном театре. На его счету не одна главная роль, но сегодня особая. Загадочное ночное убийство собаки. Так звучит название спектакля об особенном подростке-аутисте. Он ведет расследование, хотя сам является главным подозреваемым. В роль актер вжился легко, она сразу пришлась ему по душе. Кристофер не лжет, Кристофер честен перед собой, перед окружающими. Кристофер очень любопытен, он пытлив. И самое главное, у него есть какой-то моральный кодекс, которому он следует постоянно. Ну и он основывается как раз-таки на отсутствии лжи, искренности, правде и на любознательность. Название спектакля, как у детективной истории. Но на самом деле постановка о любви и жестокости, и об осуществлении любой, даже самой смелой мечты. Рейтинг спектакля 12+, ориентирован он в основном на молодежную и даже подростковую аудиторию. Но актеры и главный режиссер уверяют, его нужно смотреть всем, особенно родителям и педагогам. Я очень надеюсь, что зритель примет, что эта тема важная и нужная, то есть она про межчеловеческое общение, она не про аутизм на самом деле, это аутизм главного героя, это как предлагаемое обстоятельство. И я не скажу, что это материал, который идет в каждом городе России, но он становится все более и более популярным почему-то в России именно сейчас. Еще одна фишка спектакля – пустое театральное пространство и сцена, делится режиссер. Важное место в техническом оснащении занимает экран, который отражает все происходящее в голове главного героя. К слову, билеты на премьеру театралы раскупили заранее. Видео – это загадочное название, и я знаю, что есть такая книга, которую я, к сожалению, пока не прочитал, а вот Татьяну прочитал. Книга очень известная и очень популярная в Англии. Мы читаем на домашнем студении со студентами и неосцами, поэтому хотелось посмотреть, как алтайские режиссеры и актеры воплотят эту идею. Книга шикарная. Мы были на экскурсии, ребенок был, и она попала на репетицию для этого спектакля. Мне очень сильно понравилось, я захотела сюда прийти. Вот мы поэтому пришли. Публика Москвы, Перми, Астрахани, Нижнего Тагила постановки по пьесе приняла на ура. В Барнауле сегодня второй премьерный показ. Ну а в следующий раз посмотреть загадочное ночное убийство собаки можно будет в октябре. Анастасия Болотина, Данил Захаров. День с толком. В сентябре прошлого года.